В Усть-Каменогорске родителям и близким школьника, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, пришлось попробовать себя в роли детективов. В день последнего звонка 11-летнего мальчика сбила на машине неизвестная женщина. С места происшествия она скрылась. Родственники ребенка затеяли собственное расследование и даже нашли видео с моментом наезда. Какие кадры их шокировали больше всего, расскажут наши корреспонденты. Галина Возмищева ничего о работе сыщиков до этих пор не знала. Но вот уже второй день, как настоящий детектив, проводит собственное расследование. Сегодня все дворы я пошла. Засняла вот эти машины на телефон, номера. Вот пойду в ГАИ. То есть, получается, что мы должны выполнять работу, извините, тех полицейских, которые за это деньги получают. Попробовать себя в роли сыщика Галину Возмищеву вынудила ДТП, в которое попал ее 11-летний внук. 25 мая его сбила машина. Водитель скрылась с места происшествия. Это видео с камер наблюдения, принадлежащих частному лицу. На нем хоть и размыто, но запечатлен момент наезда. Спешащие по своим делам пешеходы и автомобилисты не обращают внимания на ребенка, получившего сильный удар. Сколько мы этих объявлений в интернете нет. Хотя на видеорегистраторах мимо проезжающих машин точно есть номер этой машины. Тем утром рядом с местом происшествия находился таксист Шакен Туширов. Он говорит, что самого момента наезда не видел. А вот школьника, разговаривающего со взрослой женщиной прямо на дороге, заметил. Там машина стояла, аварийка включенная. Я думаю, или девятка. Она говорит, спасибо, я брать не буду. Врачи диагностировали у Руслана сотрясение мозга и растяжение мышц шеи. Позже он сам рассказал хронологию событий. Женщина сбила его, а после, испугавшись, почему-то предложила тысячу тенге. Мальчик от денег отказался. И автоледи спокойно уехала, не потрудившись удостовериться в том, что с ребенком все в порядке. Почему он? Травма была с потерей сознания. Правда, сознание не сразу потерял. Он ударился в машину, упал, дошел до работы. Там уже все, клиника пошла. В последнее время случаи наездов на детей в Казахстане участились. В конце учебного года аварии унесли жизни нескольких детей. Так, в один день с Русланом Милениным, жертвой наезда на пешеходном переходе, стал 12-летний школьник в Астане. Мальчика не спасли. Так что можно сказать, что Руслану и его родным еще повезло. Однако оставлять водительницу, скрывшуюся с места аварии без наказания, родные ребенка не собираются и просят откликнуться очевидцев. Асем Караулова, Кирилл Ефремов, Инфорумбюро, Усть-Каменогорск.